Всем привет! В этом видео будем собирать короб из гипсокартона. Это прихожая. И под короб встанет шкаф. А к боковой части короба будет крепиться натяжной потолок, поэтому будем ее дополнительно усиливать. Способов усиления много. Мы будем это делать с помощью профилей. Начало стандартное. Делаем разметку, отбиваем линии и по линиям закручиваем направляющие профиля. Продолжение следует... Закончили периметр и продолжаем собирать каркас. Усилители для натяжного потолка могут располагаться и вертикально, и горизонтально. В нашем случае горизонтально. И с учетом этого обстоятельства нам нужно подготовить угловой профиль. Закручиваем на него закладные из той же УДшки. Длина у закладных 10 сантиметров и крепятся они на три самореза. Два по внешнему краю, один по внутреннему. Расположены закладные шагом 40 сантиметров. Вот такой подготовленный профиль нам нужно установить на угол каркаса. Подвесили профиль на одну вертикальную перемычку. И теперь можно сделать разметку для ЦДшек нижнего уровня. Разметку сделаем таким образом, чтобы нам не мешалась ни вентиляция, ни светильники, которые находятся по краю короба. После разметки можно установить ЦДшки и выровнять внешний край каркаса по вертикали. Каркас снизу готов. То есть мы установили ЦДшки, закрепили их от стены и выровняли внешний край. Теперь установим остальные вертикальные боковые перемычки. Они у нас тоже немножко необычные. Дело в том, что они не только держат нижний профиль. Одновременно они являются и пазами, куда вставляется внутренний усилитель для натяжного потолка. Делается просто. Например, нам нужна перемычка длиной 13 сантиметров. Отрезаем от Дшки кусок в два раза длиннее, 26 сантиметров. Делаем два надреза и сгибаем его пополам. Вот таким образом. Соединяем двумя саморезами. Вот такие перемычки вставляем в те места, где у нас закладные. И на данном этапе закрепляем только от потолка. Все перемычки на своих местах. Теперь между ними нужно вставить, как в пазы, ЦДшки. Вот таким образом. Длина ЦДшки определяется просто. Меряем расстояние от одного края перемычки до другого края. Например, 34 сантиметра у нас здесь. Прибавляем 2 сантиметра и получаем длину ЦДшки 36 сантиметров. Это для того, чтобы она по одному сантиметру зашла внутрь пазов. Если что-то чуть-чуть не помещается, то можно эту перемычку подвинуть. Она снизу не закреплена и это пока еще можно сделать. Готово. Вставили все профиля в пазы. Затем по лазеру выровняли низ каркаса в горизонтальной плоскости. И подняли все ЦДшки на одинаковую высоту. Это по рулетке делается. Дель можно обшивать гипсокартоном. Обшивать будем сначала сбоку, а затем снизу. Обшили каркас гипсокартоном и все готово под отделку. Вот так в одном из вариантов собирается короб из гипсокартона с усиленной боковой стенкой для крепления к ней натяжного потолка. Напомню, усилители у нас сделаны из профиля и расположены горизонтально. На этом всем пока. Спасибо за внимание.